Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Если кто не знает, телесуфлер – это такая штука, которую используют дикторы, когда начитывают текст на камеру. Стоит он, начиная от 50 тысяч рублей, в аренду от 1000 в сутки. Недавно мне такая штука понадобилась, я решил поискать что-нибудь бесплатное для начала. Нашел. Правда, для комфортной работы вам понадобится планшет. Телефона тут недостаточно, слишком маленький. Я использую сейчас телефон, потому что при записи этого видео мой планшет благополучно упал на пол и умер. Так что планшет крепите жестко, просто двустороннего скотча тут недостаточно. Я ставил планшет прямо под объективом, выше, чем сейчас стоит телефон. Вот съемка с суфлером. В общем-то не видно, что спикер смотрит вниз, кажется, что в объектив. С конструкцией, я думаю, все понятно, теперь приложение. Есть несколько платных с какими-то дополнительными функциями. Нужны ли они? Вопрос. Я нашел бесплатно, и мне кажется, его более чем достаточно. Называется Pixara Teleprompter. Вот он сразу говорит, что любой текст можно удалить или изменить, так игриво покачивая файлом. Соответственно, впоследствии, сдвигая его вправо или влево, вы сможете его или удалить, или отредактировать. О текстах и о том, где их брать позже, а пока запускаем уже загруженный текст. И, собственно, процесс пошел. Можно читать. Нажав на экран, вы ставите текст на паузу. Еще раз нажав, продолжайте с места остановки. Если нажать на иконку Reload внизу в режиме паузы, при пуске текст опять начнется сначала. Еще можно выбрать момент старта, просто прокручивая экран скроллингом. В нижней панели две основные настройки. Размер шрифта и скорость прокрутки. Я думаю, на что влияют эти настройки, объяснять не нужно. Еще есть шестеренка с дополнительными настройками. Тут тоже есть размер и скорость. Еще межстрочный интервал и, например, задержка старта. Текст запустится не сразу, а спустя, скажем, 5 секунд после нажатия. Еще ряд настроек. Ну, тут все понятно, благо, что все по-русски. Вот, например, можно отключить маску центральной области. Мне лично с маской нравится больше. Все, возвращаемся назад и вот у нас текст стартует с задержкой в 5 секунд и без центральной маски. Честно говоря, более простого и понятного интерфейса придумать просто невозможно. Теперь, что касается добавления текстов. Мне кажется, тут тоже все запредельно просто. Нажимаете на плюсик, добавляете либо новую папку, в которую потом сложите тексты, либо, собственно, сам текст, который будет лежать в корне. Название и текст. Можно вбивать прямо здесь, но понятно, что так никто поступать не будет. Поэтому либо копипаст, либо можно нажать вот на эту иконку, типа загрузить, и найти файл либо на самом планшете, либо, например, на гугл диске. Ну, точнее, на облаке, которое подключено к вашему планшету. У меня это гугл драйв. К сожалению, док он не подхватывает, я сильно не экспериментировал с форматами, по меньшей мере, текст он вполне видит, так что используйте текст. Элементы форматирования он также подхватит. Открыли файл, придумали название, нажали сохранить. Вот наш файл появился, можно запускать. Честно говоря, телесуфлером никогда не пользовался, хотя сейчас понимаю, что было много моментов, когда он бы меня сильно выручил. Но я не знал, что это так просто. Теперь знаю. Все любите друг друга, помните, что съемка на низком бюджете не всегда означает низкое качество. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.